Недавно глава города Хасаюрца Гитва Шаумаханов провел встречу с сотрудниками правоохранительных служб и участковыми полиции, где отметил о необходимости усилить работу по пресечению торговли никотина, содержащего продукта Насвая, который в большинстве случаев употребляет молодежь. Категорский запретит на рынках и вообще в городе торговля в НАСА. В НАСА начали торговать везде и дети начали в школах пользоваться этим. А это я. Вам мы даем полностью права участковых. Вы имеете право на управляющие компании, вот управляющие компании в рынках, они все называются управляющие компании, рынки. Вот руководители управляющих компаний наказать и штрафовать по полной. Под кураторством заместителя главы администрации по вопросам безопасности Хайбула Иумарова сотрудники силовых структур и члены общественной палаты провели рейд на центральном рынке города. Как рассказали работники полиции, это не первое мероприятие, проводимое на данном участке. До этого все продавцы Насвая были неоднократно предупреждены о запрете торговли. Мы предупреждали людей, что нельзя торговать на Свае, что оно запрещено законом, что оно вредит здоровью для людей. Поэтому люди с понятием отнеслись к этому, дали слово, что больше не буду торговать. В пяти торговых точках мы изъяли 11 килограмм на Свае. Стоит отметить, что работа группы не прошла даром. Многие прекратили распространение данного препарата, но все же остаются и те, кому так сказать, ни по чем предупреждение. После пяти визитов представителей общественной палаты с просьбой убрать товар с прилавков, женщина продолжала реализацию. На нее был составлен административный протокол со штрафом и полностью изъят продукт. Насвай можно отнести к числу психотропных веществ. Его употребление подростками отражается на их психическом развитии. Снижается восприятие, ухудшается память, юноши становятся неуравновешенными, отмечают врачи-наркологи. Рейдовые мероприятия и незапланированные проверки в городе будут проводиться с частой периодичностью. Руководство города совместно с силовыми структурами и общественной палатой активизирует работу в этом направлении. И продлится она до полного искоренения в городе этого продукта, который наносит молодому организму огромный вред. Заира Магомедова, Алмазхан Амаев, информационная программа «Пульс».